Мы продолжаем наш урок от самого начала, 12 главы, уже 3 часть. Мы остановились в прошлый урок на странице 88, на русскоязычный перевод. Мы остановились с этим словом, как Бейнони себя защищает от грехов. Вообще мы встретим три причины, три причины со временем. Два из них мы увидим сегодня, сегодня в этом главе еще. Как Бейнони защищает себя от грехов? Ведь мы говорили, что он отличается от праведника в том, что праведник, его сердце и его разум завоеваны в Божественная Душа. А Бейнони завоеваны только, если можно сказать, в три одеяния. Это означает, что постоянно у него возникают мысли, которые он не должен об этом думать. И здесь начинается проблема, как он сам должен себя защитить. Мы говорили, что во время молитвы Бейнони начинает наполнять в своем сердце чувств. Его сердце горит любви ко Всевышнему. Поэтому его чувство, насколько наполняет свое сердце, что он в это время похож на цадик. В чем похоже? Поскольку его сердце наполняется любви, других тяги к материальному жизни, они временно исчезают. И мы объяснили долго, что как мы знакомы сами с себе в таких ситуациях, где есть экстренный случай, и мы или боимся очень сильно, или наполняемся радостью, то других чувств они на временной исчезают. Поэтому во время молитвы Бейнони становится чуть похоже на праведник в том, что у него нет борьбы с животной душой. Животная душа просто заткнула, можно сказать. Она где-то в уголок сидит и тихо сидит. Проблема происходят, когда заканчивается молитва. И любви гаснет. Что происходит тогда? Все возвращается быть как есть. И мы встретим два причины тогда. Как все-таки он может настаивать себе, не пускать к его деянию речь, мысли и действия, никогда, животная душа. Первыми говорили, поскольку, что разум берет вверх над сердцем. Поэтому, как это объясняется? Поскольку, что в натуре человек так построен, что разум принимает в решении, то и сердце подчиняется. Любой человек, выявленный, правильный, грешник. У грешника проблем. Да. Он привык, что хочет, то и получит. Мы говорили... Он в твоем разуме может повлиять себе, правильно? Вот, грешный у грешников проблем. Первый, есть грешники совсем-совсем плохие, как мы учили. Где мы говорили об этом в прошлом уроке, печень решает судьба. Вот, я привык что-то получить, привык спать в какое-то время. Все, я сплю. Пусть потоп пойдет. Я сплю. Ну, конечно, никакого чувства и разума не помогут. Человек решил отключиться в какое-то время. С кем... Не с кем говорить просто, да? Или человек, который решил, что ему нужно утром есть определенный вид хлеба. Все, у него все. Все, нет этого хлеба, вот, взрыв в жизни. Вы видели людей, которые, например, привязаны к своих сигаретам, или к своих кофе. Все решает печень. То есть, физически решает. Вот, привычка такая, все. Есть получше у грешников. Получше. Где чувства? Он чувствует, он делает, не чувствует, не делает. Понимает, делает, не понимает, не делает. Хоть есть беседа. Можно с ними диалог вести. Не только привычка решает вопрос. Беймон – это такой человек, который ни сердца, ни печень не решает. Не решает. Нет. Решает разум. А поскольку, что разум, божественная душа больше там присутствует, поэтому божественная душа говорит ему, нет, это нет. А вот это да, а вот это нет. И он контролирует это. Поэтому, когда возникает у него желание определенное, мысль с каком-то желанием, говорит, нет, нет, не надо. Второе, которое мы встретим, это осадки. После молитвы, такая молитва, которая возбуждена у сердца, у Беймони, чувство любви ко Всевышнему, вот это оставляет за собой осадок. Даже если он потом не чувствует этой любви, но он не может просто переходить дорогу, ну нет. У него осадок остался. Это как у нас, допустим, воспоминания. Мы очень любили человека, очень сильно любили человека. Мы проводили с ним очень много, очень много чего хорошего. Мы расстались по каким-то причинам. И спустя там 20 лет видим его детей или его друзей. И с каком-то чувство, чувство какое-то у нас становится там, мы хотим делать им добро, приносить им счастье чуть-чуть. Почему? Вспомним, вспоминали. Ну любви нет, но вспоминаем. А после такая молитва, которая есть в Шахарит, а если это повторяется в Минху, если это повторяется в Маарив, но это три раза в день, такая чувство будет в себе, то это оставляет осадки. Вот этих двух причин есть, которым Бейноним может себе сдерживать из пропуска к своих одеяниях. Третье, мы встретим только косвенно здесь, это божественная помощь. Всевышний ему помогает. То есть, это означает, что Бейноним, это сорт Бейноним. У него нету такая молитва, которая оставляет за собой след, достаточный след. У него мозг не так контролирует, разум не так контролирует, как надо было быть. Это есть к этому причина. И тогда есть тут действие Всевышнему, которое помогает им. Почему? Старается. То есть мозг, молитва и Всевышнему. То есть, в основном, когда мы говорим о службе человеку перед Всевышнему, мы всегда стараемся, что это будет заслуга человека. Что человек сам достиг. Почему? Тогда это ценен перед Всевышнему намного высоко. Но даже когда Бейноним не так старался, но у него не получается сам довести себя до такого состояния молитвы или контроля на разуме как надо, тут присутствует Божественная помощь. И вот мы остановились о контроле на разуме над сердцем. Да? Читай. КОНТРОЛИРОТСЕЙ РАЗУН КОНТРОЛИРУЕТСЬ И ОН ИЕСТ ВЛАДЕЛЕЦ СЕРЦА БЕТУЛДОСЕЙ ТАК ЧАЛАВЕК РЖДЮН ВТВА ЙЦИРОСЕЙ НАТУРАЛНЕЙ В НАТУРИЯ ТАК ОН РЖДЮН МИН РЖДНИТАКИ ШЕКАХ НОЙЦОР РАОДАМ БЕТУЛДОСЕЙ ТАК РЖДЮН ЧАЛАВЕК Я ПОМНИ, ЧТО ТУТ Я ОШИБСЯ ВОПОСМ ПО СОБАКА ПО ВОШЛОГО УРОКА НО Я ВСПОМНИЛ ПОЧЕМУ НАПИСАНО ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ НАПИСАНО, ЧТО ГОГДА ЧЕЛОВЕК НАПОЛЬНЯЕТ СЕБЕ ЧУВСТВО И РАБОТАЕТ ЧЕВЕСЬ ЧУВСТВО ОН И ЕСТЬ ПОХОЖЕ НА СОБАКУ ВЫ ВИДЕЛИ КАК СОБАКА РАДУЕТСЯ КОГДА ХАЗАИН ТАМ ПОДХОДИТ ОСОБЕННО, ЕСЛИ ОН И РАСТАЛИСЬ ОН ТАКОЙ КЕЛЕВ НА ИВРИТ СОБАКА НА ИВРИТ КЕЛЕВ РАЗДИЛОН ТОЖЕ НА ДВУХ ЧАСТЕЙ КУЛОЙ ЛЕВ НА ПОЛНЕЕ СЕРЦЕ СОБАКА ТОВСА СЕРЦЕ ОНА ВЕС Вот ЭТОГО СУЩЕСТВА ЭТОГО ЖИВОТНОЕ ЭТО СЕРЦЕ КОГДА ЧЕЛОВЕК НАПАЛЬНЯЕТ СЕБЕЙ ТОЛЬКО В ЧУВСТВАМ И ГОВЕТ Я ЖИВУ ВСУЮ ЧУВСТВО ЭТО КАК СОБАКА НАПАЛЬНЯЕТСЯ ЧУВСТВО ТО ЕСТЬ ГЛАВНОЙ НЕ ЧУВСТВО ГЛАВНОЙ КОНТРОЛИРУЕТ ЕЮ ЧЕРЕЗ РАЗУМА И ПОЭТОМ ШКОЛ ОДОМ КАЖДЕ ЧАЛАВЕК ЙОХОЙ ОН СПАСОБИН БЕРЦОЙНОЙ СЕБЕМОЙ ВЗЕЛАНЬЯ КАТОРЫЙ АТ РАЗУМА ЛИСАПИК ЗДЯРЖЕВАТСИБЕЙ ВЕЛИМШОЛ БЕРУХОЙ И КНТРАЛИРАВАЦ СЕХ ЧУВСТВАЙ ВЕЛИМШОЛ БЕРУХ ТАВОСАШЕБЕЛИБАЙ И КНТРАЛИРАВАЦ ВОТ ЧУВСТВО ИГО ЖАЖДЕ ИГО ЖЕЛАНЬЯ КАТОРЫЙ ВСЕРЦА ШЕЛО ЛЕМАЛОЙ СМИШАЛОЙ СЛИБЕЙ НИ ВИПАЛЬНЯТИХ БЕМАЙСЕ ДИБУРУ МАХШОБО В ТРЁХ АДИЯНЯХ В ЧУВСТВА ЭВДЕСТВИЯ РЕЧЕЙ И МИСЛИ УЛАСИЯХ ДАЙТАЙ ЛЕГАМРЫЙ ИОН СПАСОБИН РАЗУМ СПАСОБИН АТВЛИКАТЬ СВАЙОМ МИСЛИ АПСЛУТНА МИТАЙ ВСЛИБЕЙ АТТАВО ШТОН ЖЕЛАЯЦ КУДА АТВЛИКАТЬ ЭЛЛАХЕПЕХ ЛЕГАМРЫ ПРОТИВАНА ПАЛОЖАНАМ УБИФРААТ ЭЛЦАДАК ДУШОМ АСОБАНА КБАЖЕСТНА НАЕСТАНАЛА Написано В ТАЛЬМУДЬ НИ ХАСИДУТИ НИ КАБАЛА Когда Возникает у человека желание грешить Пусть идет И учит ТОРУ Что помогает учению ТОРУ Сама учение ТОРУ Когда человек занимается ТОРУ Мозг забит в правильные вещи И он отвлекает Когда не получается Сучи НИ ТОРУ Отвлекает его постоянно Пусть думает Один смерть Когда он умирает И перестанет захотеть То есть Пугать его Умрешь Что дальше будет И все И действительно Когда ходим в кладбуши Чуть-чуть успокаиваются Получают Какую-то перспективу На наши желания Не так все надо То есть Получается Что человек Какой у него совет Возникает у него желание Вот я хочу В силу Нашей разума Все Не думаем об этом Ничто не хочешь Не начинает бороться с ним Отвлекаешь А если ты хочешь Отвлекать Болый В легкий способ Думай Какое-то Что-то Правильно Начинай думать Что-то Начинай думать О прошлого урока Думай о чем-то О чем-то Правильно И тогда Это поможет тебе Почему Потому что Есть силу В Святость Которая помогает Сейчас он объясняет Как написано Вероиси Царь Соломон Гаварит И я увидел Что есть Исроин Лахохмо Минасиклос Ки Исроин Но ойр Минасиклос Царь Соломон Гаварит И я увидел Что есть Приимушестра Мудрост Адглупост Как есть Преимущество Свет От Тьмы Вообще Непонятно Ну понятно Что-то Надо для этого Быть мудрой Как царь Соломон Кто-то Не понимает Что есть Лучший В мудрости От тупости Ну понятно Что лучше Быть мудрой Быть тупой И легче В жизни Да Есть Преимуши Разрываешь Рассказано Что Царь Давид Когда вёл Он войны Один из Королевства Которые Он с ним Воевал По-моему Это было Его силы Я не помню Один из Царств Один из Королевства Которые Он с ними Воевал Он Прошёл В их Границе Пересёк В ошибку Границ Его захватили С обвинением Что это Царь Давид И он Вёл Себе Как Сумасшедший И Этого Спектакля Которого Он строил Что он Сумасшедший Спас его Потому что Они думали Что это Царь Давид Давай Давай Развободим И пусть Не мешает нам Тут иногда Быть Глупый Это хорошо Да Я не помню Медраж Такой То есть Когда мы Говорим О Тупости Мудрости Вроде бы Это вообще Не параллельно Мы учимся Сейчас Таня А что такое Глупость Ни о чём Какое сравнение И ещё он говорит Что это Как лучше Свет От Темноту Ну понятно Когда темно Ну вообще Некомфортно Когда свет Нет Не совсем Так Что происходит Когда мы Освешаем Помещение Вот Это помещение Это помещение Светлое Или Темное Ну просто Но на самом деле Это неправильно Это помещение Темное Причина По которому Есть свет Это вот Лустро Которую Мы включили То есть Лустро Свет Который Выходит Не связан С тьма Которая Есть тут Если Выключим Сразу Будет темно Почему Свет Добавлен В этом Помещении Что происходит Когда он Добавляется Он Разгоняет Просто Ишезает Ее нет То есть Нет его Другим словам Есть такое Понимание В святом Языке Хээдэр Хээдэр По русскому Языку Наверное Это Ничто Это Ничто-то Нету Такое Понимание Тьму Просто Ну Несвышенную Да Когда я Включаю Свет Что происходит Он не должен Типа Отгонять Свет У него Там Время Надо Отгонять Его Давай Его Из комнаты Какие-то Швабры Вытащили Нет Просто Сверхи Стало Светло То есть Сравнение Которое Царство Ламон Говорит Так же Как Свет В сравнении С тьму Что происходит Тьма Это Не что-то А Ничто Когда Появляется Свет Мы Просто Он просто Не существует Так же Глупость По сравнению С мудрость Когда Ты освышаешь Голову Что-то Стояно Настойчиво Не настойчиво А что-то стояло Да Что-то Важного Да Что происходит Глупость Становится Ничто Вообще Неинтересно То есть Поскольку Что мудрость То есть Свет Всевышний Который Мы будем Думать Допустим Какая-то Тема Второ Оно Перевращает Дурные Мислы В ничто В неинтересно Они как будто Биспариелис То есть Она бисняет Пирож Пирож Гарбеми Он как будто Отгоняет Много Тьму Ну Если бы Сейчас Выключили Это Свет И поставили Просто Свечу Что происходило Благодаря Этого Свеча А Ну Не совсем Помещение Было Темное Только Не такая Темная Нет Могли Увидеть Что происходит Где-то Но Читать Где Хайм Шафутинский Не могли Яков Шафутинский Не могли Примерно Так Когда мы Освешаем Одна Лустра Уже Будет Возможно Читать Но Не Выкладывать Какие-то Маленькие Пригметы То есть Даже Маленькие Свечу Уже Не назовешь Помещение Темное Она Не темная Она Не так Освешенная То есть Можно Сказать Она Не такая Освешенная Но Нельзя Сказать Что она Темная Она Не темная Получается Что Свет Даже По чуть-чуть Меняет Вес Также Умель Шамеат Оиргашми Даже Чуть-чуть Физический Материальный Свет Он Отгоняет Много Тма И Как Он Отгоняет От него Сам Ну По Инерции Сам По Себе То есть Свет Не должен Делать Какое-то Усилие Для того Что Будет Не Не Темно Он Просто Появляется И Тма Погасла Ее Нет Уже Субтитры делал DimaTorzok 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 причина к этому или это оправдание развал в воспитании это тоже бывает такой причина к этому почему это плохо нет если ты покорми животная душа она не будет становиться меньше аппетит становится большей причина по которым мы меньше хотим когда меньше хотим это потому что меньше получили объясню я это слышал от ревмент в один из фарбрэнга это известный у него причем он об этом несколько раз я думаю что тут и рассказал он задавал вопрос кто более привязан к наслаждению бедной или богатой и он говорит пример вот приняли в гостях очень богатый очень очень богатый человек очень очень бедный человек и там был накрыть стол сколько мы сколько могли сколько было способностей да там были всяких разных вкусностей пустили сюда этого бедня кушать что хочешь на здоровье что будет происходить будет по чуть-чуть каждого по чуть-чуть я еще вспомнил с тобой это вопрос я могу я могу рассказать о тебе когда я вырос много денег не было в израиле за было бедная страна него наша семья не было очень богатая не очень мягко говоря и я помню что папа стала очень такой достаточно серьезный офицер в израильской полиции он был раввин один из отделений в полиции и тогда мы получили льготы которые получают израильская полиция один из них был организованный отдых раз в году раз в году можно ехать семьей если это в будных дней на 5 дней если это конец неделю 5 пятницу по воскресенье я помню первый раз я не могу забыть это то что я зашел на завтраке в гостинице в югусалим и там шведский стол огромный и я помню что мы не перестали возить если была тележка еще было хуже возить на столах все что только там было ими так наелись и еще осталось до гора еда если это было мой ладно это все стола вокруг нас все вот так выглядит бедный который получает очень богатого стола а если богатый запустит туда он знает какие блюда ему интересны он возьмем возьмет сколько ему надо и получит свое наслаждение сколько надо откуда я это знаю тоже знаю я привык ехать я часто бываю в гостиницах что я я ем сейчас нас когда шведских столах кошерных гостиницах что я ну что я я омлет и какой-то салат все сколько ну сколько надо ну сколько ну одна ложка все ну что что еще надо кушать все ничего меня не надо почему получается что вроде бы вроде бы это богатый намного культурный намного они привязаны к едой он может отказаться от еда а это бедный он как обжора кушает говорит не правда неправда неправда где мы видим это откажись им давать если откажешься бедным пустить его завтра на этого обед что будет хорошо но он привык и есть там одна там кусок хлеба в ну покушайте сегодня ну скажите спасибо за вчера а бедный а богатый то вы что то вы что как тут нет пьет блюд а если захочу будет взрыв прям взрыв как можно меня отказать моем привычная еда как можно то есть у у у у у у у у у богатый есть привязанности намного большей он настолько привык что он способен сегодня есть не это а другой но хочет он все а бедный не так животная душа также надо воспитывать получишь минимально потому что если позволишь ей побольше то будет скандал как она не получает ты же ты же ее привет она привыкла поэтому нам так тяжело отказаться своих привычки наши привычки так дороги нам что когда нас лишают это привычка мы с вами не людей мы не способны бит и бит и бит и бит луды то есть мы говорили что животная душа обе но не после молитва не отодвигалась она осталась такая же почему потому что эйн риш пей эш а вас ашэ мизгалу слиба бихон леймони любви которые он испытывал во время молитва погасла она ничего он не чувствует это поэтому он способен делать вроде бы поступки которые неправильны а что тогда остается ему это второй часть почему он все таки не переходит грант потому что его сердца правая сторона сердца наполненная а что это за скрытную натуральная любви а что это за скрытную натуральная любви с их скрытной натуральной любви мы будем изучать про него в восемнадцатой главе дальше это той факт что я еврей и я принадлежу всевышнему по итогу поэтому ничего не буду делать того что будет обижать всевышнему но этого любви недостаточно почему недостаточно почему недостаточно потому что это любви это как обычное чувство когда например я люблю есть сметана это означает что я перестал любить есть говядина нет я люблю это я люблю и это когда я люблю это означает что я не хочу слышать какую-то музыку хочу то есть это еще одно чувство еще одно чувство которое наполняет мое сердце но это только правая сторона божественная сторона а левая сторона наполнено другой и другой один к другому не мешает может присутствовать и это чувство и может перечувствовать другое чувство в таком положении где погасла вот эта бурная любовь которая есть во время молитвы и остается только натуральной любви скрытной любви и тогда может возникать разных желаний у дурных желаний в его левой стороны какие как они выражаются или запрещены нам и запрещены мы говорили что запрещены не бывает он сразу говорит кироли спалл к нам только одна заметка когда мы говорим о запрещенном явише это не желание делить грех делить грех он не хочет вот это он не хочет какой какой возникает ему тогда желание задумываться про них не о них а про них не выполнять их а их существование например который иногда задумываться про грехов иногда хуже чем выполнять грехов если они не 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 до они не это не что все Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это отвлекает его И он отгоняет Он думает Как мы говорили уже несколько раз Что он делал сегодня Все нам интересно И все равно Он только думает об этом Но не говорит Почему он не позволяет себе Или Он начинает молитву Что-то мешает ему Как нудный Сидит у него в мозге Мешает ему думать Вот это бывает у Бейнуни